В 2013 году завершаются работы по приспособлению Восточного Крыла Главного Штаба подзалы Эрмитажа. Еще перед началом работ специалисты понимали, что имеют дело с фундаментом, который был заложен более 200 лет назад. Поэтому для предотвращения возможных проблем были проведены все необходимые геологические исследования. По результатам исследований был разработан проект усиления фундаментов в зоне застройки. Согласно данному проекту, по всей длине фундамента с шагом в полтора метра были установлены буроинъекционные сваи типа титан. При установке таких свай сначала происходит бурение скважины. Затем в скважину под давлением заливается цементный раствор, который обеспечивает заполнение всех полостей в грунте. После этого в скважину завинчивают анкерные сваи титан. Сваи титан устанавливаются в шахматном порядке под углом 15-20 градусов, чтобы поддерживать существующий фундамент здания и не допускать его движения или просадки в слоях грунта. Все работы были выполнены в соответствии с принятыми нормативами и правилами. Однако после начала работ по понижению подвалов и дворов по всей площади появились ключи-гейзеры. Они начали приводить к затоплению подвалов и дворов. Одновременно с этим, по наблюдениям за маяками на зданиях, стало понятно, что происходит их движение. Продолжать работы по прежнему плану в таких условиях было невозможно. Ситуация потребовала устранить причины подтопления и движения пластов грунта. В процессе заглубления подвалов специалисты обнаружили в толще грунта под фундаментами обширные зоны каверн и пустот длиной до 4,5 метров. Каверна – это полость, образованная водой. Стало понятно, что под зданием находятся подвижные слои грунта, которые требуют дополнительных исследований не только на территории застройки, но и всей Дворцовой площади, а также набережной реки Мойки. Для определения объема пустот и зон их распределения компания ЗАО «Геовист» провела сейсмотомографическое обследование. Результатом обследования стала карта распределения грунтов по их плотностным свойствам. Это позволило выявить места и объемы пустот для их последующего заполнения и укрепления. Для заполнения пустот было выполнено тампонирование. Тампонирование – это заливка полости цементно-основными материалами. Кроме того, проведенные геофизические изыскания выявили, что здание и практически вся Дворцовая площадь находятся на плывуне, а под самим зданием находятся подземные воды. Стало понятно, что если не укрепить грунты в зоне всего строительства, то будет активна суфозия, то есть вынос песка из-под здания и прилегающих к ним территорий, Дворцовой площади и набережной реки Мойки. Данный процесс неизбежно приведет к потере устойчивости конструкции зданий и появлению трещин на Дворцовой площади. В результате было принято решение сделать цементационное закрепление грунтов первого, второго, третьего и пятого дворов. Всего было установлено свыше трех с половиной тысяч свай. Закрепление предусматривало сверление и закачку цементно-основных материалов под фундаментом здания. Таким способом под зданием была создана мембрана, которая связывает грунт и не допускает его активного выноса из-под зоны застройки. Тампонирование полостей и цементационное закрепление позволили остановить воду и прекратить колебания зданий. Однако специалисты предупреждают, что если продолжить фибрационные воздействия на грунты зоны набережной реки Мойки и Дворцовой площади, то грунты снова могут перейти в состояние плывуна. Необходимо исключить вибрацию, ограничить движение грузового транспорта по набережной реки Мойки и ввести ограничения на проведение мероприятий на Дворцовой площади. Только эти меры позволят сохранить здание и избежать появления трещин на Дворцовой площади. Кроме того, специалисты рекомендуют проведение мониторинга зданий главного штаба. Такой мониторинг позволит выявить возможные проблемы в поведении грунтов и заранее избежать критического развития ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!